Перейдем к темам в мире. Промышленность Европы может серьезно ослабеть, если высокие цены на энергию сохранятся. Таким мнением с агентством Reuters поделились экономисты и отраслевые группы. Власти Евросоюза требуют от компаний экономии электроэнергии. Из-за этого многие заводы закрываются. Насколько серьезные угрозы деиндустриализации региона в обзоре нашего виртуального коллеги. Айсандж, Айсандж, приветствую, тебе слово. Здравствуй, Жалгаз. Многие предприятия, конечно, выполняют просьбу власти экономить. Спрос на природный газ и электроэнергию снизился за прошлый квартал, отмечает агентство Reuters. Однако радоваться пока рано. Падение произошло не только потому, что промышленные компании выключают термостаты. Они также закрывают заводы, которые, возможно, никогда не возобновят работу. Энергоемкие потрасли, такие как производство алюминия, удобрения и химикатов, рискуют столкнуться с тем, что компании на постоянной основе перенесут производство в места с дешевой энергией. Например, в США. Это может привести к тому, что Европа очень быстро деиндустриализируется, предупреждают эксперты. Например, производство первичного алюминия в ЕС за последний год сократилось вдвое на 1 миллион тонн. Торговые данные, собранные Reuters, показывают, что производство на 9 цинковых заводах было замещено импортом из Китая, Казахстана, Турции и России. Кроме того, в этом году Европа впервые стала чистым импортером химикатов. Ожидается, что в начале следующего года, Брюссель, предложит новое законодательство. Европейский закон, о критически важном сырье, для создания запасов минералов, необходимых для перехода к зеленой экономике, таких как литий, бокситы, никель и редкоземельные металлы. Но без увеличения возобновляемой энергии, и снижения затрат, компании, вряд ли будут инвестировать в Европу, предупредили эксперты. Коллеги. Спасибо я с вами за подробности, продолжим еще больше.